МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из аварийного жилья до вновь и дома. 84 квартиры распахнут двери переселенца. Неухоженная стелла, гигантская свалка и канализационный люк с пластмассовой крышкой. Находки дежурного по городу. История звука в исполнении ДДТ в ближайшее воскресенье в Петрозаводске. Добрый вечер. Вы смотрите новости телеканала Ника+. В студии Алена Сянти. Два с половиной года колонии поселения за самоуправство и хранение боеприпасов. Такой приговор вынес Аланецкий районный суд бывшему прокурору, а также депутату Совета Аланецкого городского поселения Александру Бибилову. Следствие установило, что в течение двух лет Бибилов совмещал свою депутатскую деятельность с ростовщичеством. Он предоставлял деньги в долг под высокий процент. Для возврата средств он избивал должников и угрожал убийством. Кроме того, злоумышленник незаконно хранил боевые патроны для различного нарезного огнестрельного оружия. Суд приговорил Бибилова к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселений. Приговор суда не вступил в законную силу. Городской суд Петрозаводска приступил вчера к рассмотрению гражданского дела по иску Виктории Медведевой к бывшему супругу. Решался вопрос о месте жительства троих несовершеннолетних детей бывшей семейной пары. По словам Ирины Селезневой, представителя ответчика, 10-летняя Екатерина и 5-летние двойняшки Ульяна и Григорий находятся сейчас в финском приюте вместе с отцом. Так как ни Виктория Медведева, ни Алексей Медведев не смогли лично присутствовать на заседании, суд решил перенести рассмотрение дела на 10 октября. В первом квартале следующего года жильцы 11 аварийных домов Петрозаводска должны получить ключи от новых квартир. На улице Беломорской завершается строительство нового дома, состоящего из двух секций. Трехэтажка предназначена для расселения аварийного фонда Карельской столицы. Для переселенцев из аварийного жилья на Беломорской будут построены 84 квартиры, общая площадь которых составляет 4000 квадратных метров. Подрядчик – компания «Корелстроймеханизация». На данный момент ведутся фасадные и отделочные работы. Впереди – благоустройство территории. Это современные дома по современным проектам. Особенностью этих домов является то, что будет установлено газовое оборудование на крыше, газовые котлы, которые будут позволять жителям экономить на отоплении и горячем водоснабжении. Строители должны завершить работы до 1 декабря. После оформления всех документов начнется процесс переселения. По информации мэрии, переселенцы из аварийного фонда получат ключи от новых квартир в первом квартале следующего года. Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Петрозаводске подлежат расселению 66 домов. На въезде в Петрозаводск неухоженная стелла с названием города. В районе улицы Пограничной – гигантская свалка. А на улице Парковой ремонтники закрыли опасный канализационный люк легкомысленной пластмассовой крышкой. Подробности в рубрике «Дежурный по городу». Стелла при въезде в Петрозаводск со стороны Вытигорского шоссе совсем пришла в негодность. Эта проржавевшая и неухоженная табличка говорит о том, что у города есть не только богатая история, но и проблемы с благоустройством. Казалось бы, что здесь сложного? Если бы городские службы удосужились хотя бы немного покрасить облезший знак, был бы совсем другой калинкор. Видимо, краска нынче в дефиците. Небольшая грунтовая дорога в районе городской ТЭЦ превратилась в одну из самых огромных стихийных свалок карельской столицы. Мусорных куч разной формы и содержания здесь десятки. И чего здесь только нет. Бытовой мусор, автомобильные покрышки, строительные отходы, стекло, старые телевизоры и даже опасные ртуть, содержащие лампы. По словам жителей улицы Пограничной, первая куча появилась около 10 лет назад. С тех пор их стало много, очень много. Люди не раз обращались в мэрию и требовали принять меры. Мы и видео, и фотосъемки делали, отсылали, но везде говорят, что нет денег, и этим вопросом им некогда заниматься. Сегодня горожане обратились в природоохранную прокуратуру и ждут ответа. На улице Парковой отремонтировали дорогу и почему-то забыли закрыть люк ливневой канализации. Недочет заметили местные жители и поставили самодельный предупреждающий знак. Через 7 дней уговоров подрядчик решил исправиться и закрыл колодец легкой пластмассовой крышкой. Правда, общественному контролеру Эдуарду Эгипти решение проблемы показалось весьма сомнительным. Я здесь не специалист, но на мое видение вопроса так, что если грузовая машина проезжает, попадает колесом, да, люк может разрушиться или получить трещину. Следующее, да, он разрушится и люк остается открытым. Поэтому как можно быстрее ставить на чугунные люки или остальные, да, ну вот, и по крайней мере нужно обязательно ставить знак, ну вот, ремонтная работа у этого люка. Пока официального знака нет, общественник решил вернуть на место прежний самодельный, на всякий случай. Вот таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Желающих отремонтировать тоннель под железной дорогой в районе улицы Горького не нашлось. Аукцион на его ремонт не состоялся, так как не поступило ни одной заявки. Напомним, что привести тоннель в надлежащее состояние от мэрии потребовала прокуратура. Администрация Карельской столицы планирует провести конкурс повторно. Власти города намерены отремонтировать подземный переход за 800 тысяч рублей. Планируется обустроить лестничные спуски, установить поручни, пандус, произвести монтаж светильников, а также выполнить очистку ливневой канализации, косметический ремонт стен и потолка с заделкой швов. Подрядчик, с которым по итогам проведения аукциона администрация заключит контракт, должен будет выполнить работы не позднее 20 декабря. Формируй пенсию с молоду. Под таким девизом прошла встреча сотрудников Пенсионного фонда Республики со студентами и школьниками Карельской столицы. Молодое поколение в игровой форме постигало азы пенсионной грамотности. Единый день пенсионной грамотности в Петрозаводске отметили игрой среди школьников и студентов на знании сервисов Пенсионного фонда. Основная цель – познакомить молодежь с работой пенсионной службы. Узнать получше о формировании пенсии и пенсионной системы в целом, почерпнуть знания, они мне пригодятся все-таки. Посоревноваться в пенсионной грамотности собрались шесть команд. Команда школы искусств, Карельская академия госслужбы и школьники из Прионежского, Пряжинского и Суаярского районов. В течение 20 минут ребята искали информацию об услугах Пенсионного фонда на сайте, а затем рекламировали их зрителям. Комантичный кабинет массы назначает пенсию, не отходя от кассы. Все команды, по словам жюри, оказались на высоте, и разрыв в баллах был минимален. Но главный приз – Кубок от Пенсионного фонда – заполучили будущие пенсионеры из Карельской академии госслужбы. Мечты сбываются. Воплотить их в жизнь поможет миллион рублей от правительства Карелии. Именно такую сумму в следующем году республиканские власти обещают победителям конкурса народных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Принять участие в конкурсе уже изъявили желание 100 муниципальных образований, в их числе и Кондопожский район. Воплощать мечты в жизнь активисты поселка Березовка научились не так давно, но сразу поняли – все реально, было бы желание. Благодаря инициативе местных жителей в поселке появилась настоящая улица здоровья. Планируется открытие парикмахерской кафе, идет ремонт концертного зала в сельском клубе. Теперь настала очередь главной деревенской авеню. Ее с советских времен никто не благоустраивал. Инициатором перемен стала общественница Надежда Ворлевская. Вот смотрите, здесь у нас был когда-то тротуар. Вот как на автобус, вот это место проходил тротуар. Вы заметили, во всем поселке ни одной пешеходной дорожки, ни одного тротуара. Машин много. То есть мы все живем постоянно с нарушением, ездим, ходим. Потому что дети, подростки, бабушки все идут по дороге. Восстановление тротуара по улице Центральной – проект, с которым жители Березовки примут участие в программе поддержки местных инициатив в следующем году. Идею оценили в 672 562 рубля. Сам поселок у нас очень красивый, компактный. Люди отзывчивые. И я считаю, что в поселок можно преобразить полностью. Конечно, нужны огромные средства. Но если нас начнут поддерживать еще больше, то, может быть, мы горы свернем. Сейчас на реализацию одного проекта из республиканского бюджета выделяется 800 тысяч рублей. В следующем году сумма софинансирования возрастет до 1 миллиона. В правительстве Карелии отмечают, что с каждым годом увеличивается количество участников программы и, соответственно, реализованных народных идей. В прошлом году, например, в жизнь воплотили 40 проектов. В нынешнем их будет 53. Напомним, что обязательным условием программы является обеспечение софинансирования со стороны местных бюджетов. 30% для городских округов, 20% для муниципальных районов и городских поселений и 10% для сельских поселений. Алена Сянти, Владимир Волотовский, телеканал НИКО+. Сельскохозяйственная ярмарка стартует 30 сентября в Петрозаводске. В этом году на улице Инженерной соберутся около 300 производителей со всей России. Правда, карельские фермеры на праздники урожая остались в меньшинстве. Завтра на улице Инженерной соберутся фермеры и производители сельскохозяйственной продукции со всех уголков России и не только. Из Беларуси, Башкирии, Ростова, Воронежа и других мест. Кроме традиционных капусты, картошки и свеклы, обещают торговые палатки с мясом, рыбой, карельским сыром и даже восточными сладостями, а также непродовольственными товарами. Режим работы будет с 10 до 19 часов. И то, что она расположена не в центре, не вызывает беспокойства у организаторов и участников, потому что горожане и жители районов Республики Карелия ее посещают активно. Продавать свою продукцию смогут и дачники. Причем в администрации пообещали не брать с таких участников денег за предоставленные места. Карельскими товарами пока занято всего 16 из 337 мест. Производители из Янишполя, Мегриги, Эсэлы и других хозяйств уже оставили свои заявки. Добраться до ярмарки можно на автобусах номер 25, 8, 19 и 14. Торжественное открытие состоится в субботу, но покупателей ждут уже с 30 сентября. В это воскресенье в Петрозаводске группа ДДТ. Выступление легендарной команды состоится в спортивном комплексе «Луми». Сегодня организаторы концерта провели совещание с руководством площадки, сотрудниками мэрии и Петрозаводской полиции. Любители русского рока услышат историю звука. Именно так называется программа ДДТ. Уже в это воскресенье. На льду «Луми» сейчас тренируются юные хоккеисты. Однако уже в эти выходные площадка будет полностью переоборудована под выступления легендарной рок-группы. Уже в это воскресенье здесь, в Петрозаводске, на замечательной площадке «Луми» пройдет большой концерт патриарха русского рока, человека, который несет слово миллионам российских и советских граждан, Юрия Шевчука с группой ДДТ, которые приезжают к нам с большой программой из самых лучших хитов. Конечно же, такое мероприятие пропускать никак нельзя всем ценителям честной, искренней музыки и всем ценителям русского рока. Пожалуйста, приходите. Такое мероприятие проходит впервые на концертной площадке «Луми». Организаторы обращаются к посетителям концерта. В спорткомплекс «Луми» желательно прийти пораньше, чтобы долгими сборами не задерживать начало концерта. Заходить в зал можно уже в 6 часов вечера. Приезжать на выступления ДДТ лучше на общественном транспорте. Подъезды к площадке в целях безопасности будут перекрыты. Наконец, еще одна рекомендация – теплая одежда. Не стоит забывать, что концерт состоится в ледовом комплексе. ДДТ и Юрий Шевчук привезут в карельскую столицу программу «История звука». Рок-группа исполнит свои лучшие песни в сопровождении внушительного светового шоу. Специально для выступления ДДТ организаторы концерта везут из Петербурга мощный генератор на 400 кВт. В пятницу на республику обрушится шквалистый ветер. Как сообщили в МЧС Карелии, завтра скорость ветра будет достигать 15-20, а на акваториях крупных водоемов – 23 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном повреждении линий электропередачи и советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Это были все новости к этому часу. В студии была Алена Сянти. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе событий. До встречи!